— Здесь все должно быть для них интересно, — говорил далее Редвуд. — Интерес пищит для ребенка, а скука — мучение и голод. Пусть будет побольше картин. Ну а картины тут не вешали раз и навсегда. Постоянными были только рамы, рисунки можно было заменять, как только интерес к ним ослабнет. Из большого окна открывался вид на улицу, уходящую вдаль. А чтобы детям было еще интереснее, Редвуд на крыше детской соорудил камеру-обскуру, через которую было видно Кенсингтон, Хай-стрит и большую часть парка. В одном углу детской стояли огромные в четыре квадратных фута счеты, очень прочные, на железных стержнях с закругленными углами. С помощью этого отменного инструмента юным гигантам предстояло познать искусство расчетов и вычислений. Мягких собачек, кошечек и тому подобных игрушек почти не было. Вместо этого косар, однажды без лишних слов, доставил три воза всевозможных игрушек такого размера, что проглотить их не могли бы даже дети-гиганты. Игрушки эти можно было громоздить одну на другую, выстраивать в ряды, катать и кусать. Ими можно было трещать, стучать и хлопать. Их можно было бить одну на другую, гладить, таскать за собой, открывать, закрывать, словом, мудрить с ними на все лады, сколько душе угодно. Тут было множество кубиков и кирпичиков всех цветов и разной формы, деревянных, из полированного фарфора, из прозрачного стекла, из резины, были пластинки, плитки, цилиндры, были конусы, простые и усеченные, были сплющенные и растянутые сфероиды, всевозможные шары из различных материалов, литые и полые, множество ящиков всевозможных размеров и форм, с привинченными, навинченными и съемными крышками, и даже несколько шкатулок со сложными замками. Были и обручи, резиновые и кожаные, и масса грубо выточенных кругляшек, из которых можно было составлять фигурки вроде человеческих. — Давайте эти игрушки, — сказал косар, — только не все сразу, а по одной. Все это Редвуд запер в огромный шкаф, стоявший в углу. На одной стене детской, на высоте удобной для ребенка футов семи ростом, висела классная доска. На ней мальчики могли писать и рисовать белыми и цветными мелками. По соседству помещалось нечто вроде огромного блокнота. С него можно было лист за листом срывать бумагу и рисовать углем. Тут же рядом на парте лежали большие плотничьи карандаши различной мягкости и запас бумаги, на которой дети могли, выводя всяческие закорючки, понемногу учиться рисовать. В своем воображении Редвуд заглянул так далеко вперед, что заказал даже огромные тюбики с акварельными красками и коробки пастели, хотя в них пока еще не было нужды. Поставили в детскую и два-три бочонка пластилина и глины для лепки. — Сначала мальчишка будет лепить вместе с учителем, а там научится копировать модели, а, пожалуй, и лепить животных, — говорил Редвуд. — Да, чуть не забыл. Нужно еще заказать ящик с инструментами. — И книги. Надо приготовить побольше книг. Нужен соответствующий размер и крупный шрифт. Теперь вопрос. Какие именно книги? Нужно развивать воображение ребенка. В конце концов, это и есть цель всякого воспитания. Да, так. Воображение — цель, а трезвый ум и разумное поведение — основа. Отсутствие воображения — это возврат к животному состоянию. Испорченное воображение — похоть и трусость. Но благородное воображение — это бог, вернувшийся на грешную землю. Ребенку надо и помечтать, побывать в мире сказок, порадоваться всяким забавам и чудесам, на то оно и детство. Но главной пищей воображению должна стать сама жизнь во всем ее великолепном разнообразии. Пусть ребенок узнает, как люди путешествовали, открывали новые земли и после многих подвигов и приключений завоевали весь мир. Нужны рассказы о животных. Умно написанные и отлично изнанные книги о зверях, птицах, растениях, о присмыкающихся и насекомых, о заоблачных высях и о тайнах морских глубин. И еще ребенок должен знать историю и географию всех государств, какие когда-либо существовали. Нужно дать ему карты и рисунки, пускай узнает историю всех племен, изучит их нравы и обычаи. А еще дадим ему книги и картины, которые развивают чувство прекрасного. Тончайшие японские гравюры заставят его полюбить тончайшую прелесть птицы, ветки, опадающих лепестков, а живописцы Запада научат ценить красоту мужчин и женщин, прелесть натюрморта и ширь пейзажа. Нужны книги о зодчестве, пусть учатся строить дома и дворцы, обставлять комнаты и воздвигать города. Пожалуй, надо устроить небольшой театр. Ну и, конечно, музыка. Редвуд обдумал и это. — Для начала пускай сын научится играть на ксилофоне с одной только октавой, но с безупречно чистым звуком, а потом можно будет прибавить еще октавы. — Сначала пусть только забавляется, поет в тон и называет ноты, — рассуждал Редвуд, — а потом... Он поглядел на подоконник, для этого ему пришлось задрать голову, измерил взглядом комнату. — Придется собирать для него фортепиано прямо здесь, — размышлял он вслух. Он шагал взад и вперед, крохотная темная фигурка совсем затерялась в огромной комнате, обдумывал и прикидывал. Если бы вы увидели его тогда, вам бы показалось, что этот гном заблудился среди обычных детских вещей и игрушек. Огромный, в четыреста квадратных футов турецкий ковер, по которому вскоре предстояло ползать юному Редвуду, доходил до отгороженного решеткой электрического радиатора, обогревавшего детскую. Наверху, на лесах, человек, присланный косаром, прикреплял громадную раму для будущих сменных картин. У стены прислонен был альбом для гербария величиной с обыкновенную дверь, откуда торчали гигантский стебель, край огромного листа, цветок курослепа. Все это было привезено из Аршота и впоследствии произвело сенсацию среди ботаников. И вдруг Редвуду показалось, что он грезит. — Да полно! Неужели все это наяву? — спрашивал он с себя, глядя на далекий потолок. Но тут, словно в ответ, издалека донесся громкий крик, напоминавший рев развеселившегося быка. — Да, это наяву! — сказал себе Редвуд. — Никаких сомнений. Теперь слышались сокрушительные удары пухлой руки по столу и крики «Гу-гу! Бу-бу!» — Пожалуй, я сам буду его учить. Это лучше всего, — продолжал Редвуд. Мысли его потекли в новом направлении. Удары по столу сделались настойчивее. Мгновение Редвуду казалось, что это перестук колес, Словно какой-то огромный паровоз надвигается на него и влечет за собою цепь неотвратимых событий. Но тут раздался другой стук, быстрый и легкий. — Войдите! — крикнул Редвуд, сообразив, в чем дело. И огромная, как в соборе, дверь медленно приотворилась. Заскрипели несмазанные петли, и на пороге, сияя ослепительной лысиной, Благодушной улыбкой и очками, появился Бенсингтон. — Вот ты позволил себе прийти, посмотреть, как и что! — шепнул он, словно бы извиняясь и рабея. — Входите! — повторил Редвуд. Бенсингтон вошел и закрыл дверь. Заложив руки за спину, сделал несколько шагов, остановился, И, поптичив, скинув голову и щурясь, оглядел огромную комнату. Потом задумчиво потер ладонью подбородок. — Всякий раз, как я сюда вхожу, я просто немею! — благоговейно понизив голос, признался он. — Уж очень все это большое! — Да, — подтвердил Редвуд и тоже огляделся, словно хотел увидеть не просто пустую комнату. — Да, они ведь тоже будут большие, сами знаете. — Знаю! — ответил Бенсингтон чуть ли не с трепетом. — Очень большие! Они почти со страхом посмотрели друг на друга. — Очень-очень большие! — повторил Бенсингтон, поглаживая переносицу и косясь на Редвуда, словно верил и не верил и ждал подтверждения. — Понимаете, они будут невероятно большие! — Я вот смотрю на все это и все-таки не могу себе представить, какие же они будут! Мистер Бенсингтон стушевывается. Как раз в то время, когда Королевская комиссия по чуду пищи готовила отчет о своей деятельности, пища всерьез доказала свою способность ускользать из-под контроля. — Случилось это слишком быстро и потому весьма некстати, по крайней мере, так думал Кассар. Ибо, как показывает сохранившийся и по сей день первоначальный вариант отчета, комиссия под руководством самого талантливого своего члена Стивена Уинклса, члена Королевского общества, доктора медицинских наук, члена Королевского терапевтического колледжа, доктора естественных наук, мирового судьи, доктора прав и прочее и прочее, уже установила, что случайная утечка гераклеофорбии совершенно исключена. Комиссия готова была высказаться в пользу чуда пищи при условии, что изготовление оной будет поручено авторитетному комитету, разумеется, во главе с Уинклсом. И этот же комитет получит исключительное право контроля над продажей. По мнению комиссии, эти меры должны были удовлетворить всех, кто выступал против широкого применения гераклеофорбии. Будущий комитет получал неограниченные полномочия и исключительное право распоряжаться чудо-пищей. И, конечно, только злая ирония судьбы повинна в том, что первая и самая страшная вспышка новых бесчинств гераклеофорбии произошла совсем рядом с маленьким коттеджем в Кестене, где проводил лето доктор Уинклс. Теперь уже нет сомнений, что когда Редвуд отказался сообщить Уинклсу состав гераклеофорбии номер четыре, сей почтенный доктор воспылал страстью к аналитической химии. Экспериментатор он был весьма посредственный и, вероятно, поэтому счел нужным заниматься своими опытами не в превосходно оборудованных лабораториях, которые были к его услугам в Лондоне, а в длинном сарайчике на задворках своего коттеджа в Кестене. Он ни с кем не посоветовался и держал свою работу в секрете. Ни особого усердия, ни таланта он не проявил и, проработав какой-нибудь месяц, да и то с перерывами, по-видимому, совершенно забросил свои изыскания. Это, с позволения сказать, лаборатория, была оборудована очень примитивно. Туда была проведена вода, которая затем вытекала через трубу в тенистый пруд по берегам, заросший камышом. Пруд этот приютился под развесистой ольхой в уединенном уголке луга за живой изгородью сада. Труба изобиловала трещинами, остатки пищи богов просачивались наружу и скапливались в лужицу среди камыша, а между тем наступала весна, и природа пробуждалась. С весной в этом маленьком забытом уголке все ожило и зашевелилось. На поверхности лужи плавала лягушачья икра, и крошечные головастики уже разрывали свои студенистые оболочки. Маленькие водяные улитки выползли на солнышко. Под зелеными стеблями камыша из яичек выбирались личинки большого водяного жука. Не знаю, видел ли читатель когда-нибудь личинку водяного жука, который почему-то называется дитискус, ныряющий, способный нырять. Эта личинка выглядит довольно странно. Членистая, очень сильная, с неожиданно резкими движениями. Она плавает вниз головой, выставив из воды один лишь хвост. Она достигает двух дюймов длины, примерно с фалангу большого пальца мужчины, ну, разумеется, такого, кто не отведал пищи богов, и вооружена двумя необычайно острыми и мощными челюстями цилиндрической формы с острыми кончиками. Ими она высасывает кровь у своей жертвы. Первыми, плавающие на поверхности лужи остатки пищи богов, вкусили крошечные водяные улитки, да еще шустрые головастики. Эти сразу же особенно к ней пристрастились. Но едва успевал головастик немного подрасти и выделиться в своем головастичем мерке настолько, что пытался расширить привычную вегетарианскую диету за счет меньшего братишки, как хлоп, изогнутые челюсти личинки жука-половунца уже впились в него и сосут вместе с кровью раствор гераклеофорбии номер четыре. Кроме этих чудовищ, заполучить хоть малую долю пищи посчастливилось лишь камышу, зеленой студенистой тине на поверхности воды, да водорослям в или на дне. Вскоре в лаборатории устроили генеральную уборку, и новый запас пищи переполнил лужу, она разлилась, и теперь зловещая борьба за существование продолжалась уже в соседнем пруду под корнями ольхи. Первым обнаружил неладное некий мистер Льюки Керрингтон, учитель математики и естественных наук, который в часы досуга занимался изучением жизни пресноводных. И его открытию не позавидуешь. Он приехал на денек в Кестон, чтобы наполнить прудовой водой несколько пробирок и затем рассмотреть их содержимое под микроскопом. Штук десять пробирок, заткнутых пробками, позвякивали у него в кармане, когда он, помахивая шишковатой тросточкой, спускался с песчаного холма к пруду. А в это время помощник садовника, стоя на заднем крыльце дома мистера Уинклса, подстригал живую изгородь и заметил его. В этот глухой уголок никто никогда не заходил, да и вел себя пришелец непонятно, и мальчишка с любопытством стал наблюдать. Мистер Керрингтон склонился над прудом и, опершись рукой о ствол старой ольхи, заглянул в воду. Но, конечно, садовник не мог понять, отчего такое удивление и удовольствие выразилось на лице мистера Керрингтона, когда тот увидел на дне какие-то большие, совершенно ему незнакомые нити и пузыри крупных водорослей. Головастиков нигде не было. К этому времени их всех уже съели личинки плавунца. И поэтому, кроме буйной растительности, мистер Керрингтон не заметил ничего необычного. Он закатал рукав до локтя, наклонился еще ниже и сунул руку в воду, чтобы вытащить интересный обращик. И тотчас из укромного уголка под корнями ольхи что-то метнулось. Миг и острые клещи впились в руку учителя. Непонятное существо было длиной больше фута, коричневое и членистое, точно скорпион. Отвратительный вид его и острая жгучая боль ошеломили мистера Керрингтона. Он потерял равновесие, закричал и, как подкошенный, ничком повалился в пруд. Мальчишка-садовник видел, как он вдруг исчез, слышал плеск воды, потом барахтание. А потом несчастный вновь появился над водой, без шляпы, весь мокрый, и закричал истошным голосом. Никогда еще мальчишка не слыхал, чтобы взрослые мужчины так кричали. Этот удивительный незнакомец, видно, пытался оторвать что-то от своего лица, а по лицу ручьями текла кровь. Он размахивал руками, точно в отчаянии, прыгал и скакал, как сумасшедший, потом пустился бежать, но, не пробежав и десяти шагов, упал и стал кататься по земле. Теперь его не было видно. Мальчишка кубарем скатился с крыльца и прямо через изгородь кинулся на помощь. К счастью, он так и не выпустил из рук садовые ножницы. Продираясь сквозь кусты дрока, он подумал, было не вернуться ли, вдруг этот человек сумасшедший. Но мысль о ножницах придала ему храбрости. «В случае чего я бы выколол ему глаза», — объяснял он потом. Едва мистер Кэррингтон заметил мальчика, он повел себя как человек совершенно нормальный, но доведенный до отчаяния. С трудом поднялся на ноги, пошатнулся, но устоял и пошел ему навстречу. «Смотри!» — скричал он. «Я не могу их оторвать!» И мальчишка с ужасом увидел, что к щеке мистера Кэррингтона, к его обнаженной руке и к бедру присосались три устрашающе огромных личинки. Их сильные коричневые тела отвратительно извивались, мощные челюсти глубоко впились в тело, и они жадно пили кровь. У этих чудовищ была бульдожья хватка, и все попытки мистера Кэррингтона оторвать их от себя только усиливали боль и углубляли раны. Его лицо, шея и пиджак были залиты кровью. «Держитесь, сэр!» — закричал мальчишка. «Сейчас я их отрежу!» И с чисто мальчишеским азартом принялся отстригать кровопийцам головы. «Вот тебе, вот!» — приговаривал он, морщись от омерзения, всякий раз, как отрезанное извивающееся тело падало на землю. Однако хватка у чудовищ была такая свирепая, что головы еще некоторое время продолжали сосать, и кровь текла из перерезанных шей. Но мальчишка снова пустил в ход ножницы, причем нечаянно задел из самого мистера Кэррингтона, и, наконец, все было кончено. «Я никак не мог их оторвать!» — повторял мистер Кэррингтон. Он постоял минуту, шатаясь и стекая кровью. Ослабевшими руками потрогал свои раны, посмотрел на окровавленные ладони. Потом колени его подогнулись, и он упал в глубоком обмороке к ногам мальчишки возле своих поверженных врагов, которые все еще шевелились в траве. По счастью, мальчишке не пришло в голову побрызгать его водой из пруда. Там под корнями ольхи подстерегали другие такие же чудовища. Вместо этого он побежал обратно в сад звать кого-нибудь на помощь. Тут ему встретился садовник мистера Уинклса, он же кучер, и мальчик рассказал ему о случившемся. Когда они вместе подошли к мистеру Кэррингтону, тот уже очнулся, и хотя был еще смертельно бледен и очень слаб, тотчас объяснил им, какую опасность таил в себе злополучный пруд. Таким-то образом мир был впервые предупрежден, что пища вновь просочилась куда не следовало. Прошла всего неделя, и Кэстонский лук оказался, как выражаются натуралисты, очагом распространения новых гигантских трав и насекомых. На сей раз это были не осы, не крысы, не уховертки и не крапива. Но, по меньшей мере, три вида водяных пауков, несколько личинок стрекозы, вскоре они превратились в гигантских стрекоз, чьи парящие в воздухе сапфировые тела потрясали весь Кент, и отвратительная студенистая тина, переполнившая пруд и скользкой зеленой слизью, доползшая по дорожке почти до самого дома доктора Уинклса. Кроме того, усиленно пошли в рост камыш, хвощ и бодяной папоротник. Покончить с этим удалось только когда осушили пруд. Очень скоро стало ясно, что на этот раз появился не один, а сразу несколько таких очагов. Один был в Илинге. Теперь в этом уже нет сомнений, именно оттуда хлынули полчища гигантских мух и красных пауков. Из Санбери поползли огромные хищные угри. Они вылезали на берег и убивали овец. Блумсбери явил миру новую устрашающую породу тараканов. Их рассадником стал один старый дом, где бодилось множество всякой нечисти. Одним словом, мир опять столкнулся с происшествиями вроде тех, что потрясли однажды Хикли Брау, только вместо цыплят, крыс и ос теперь разрослись до чудовищных размеров другие издавна знакомые твари. Каждый очаг плодил свою собственную живность и растительность. Теперь мы уже знаем, что все эти очаги возникали только там, где жили пациенты доктора Уинклса. Но в то время никто об этом не подозревал. Обвинять самого Уинклса никому и в голову не приходило. Поднялась вполне понятная паника, взрыв негодования. Но все это обернулось не против Уинклса, а против пищи. И даже не столько против самой пищи, сколько против злосчастного Бенсингтона. Ибо общественное мнение с самого начала твердо уверовало, что именно он и только он один за нее в ответе. Попытка линчевать ученого была лишь одной из тех вспышек, которые яркими красками рисует история. А на самом деле рядом со многими другими событиями они бледны и незначительны. Как это случилось, до сих пор остается тайной. Известно, что толпа нагрянула прямо с митинга, устроенного в гайд-парке крайними противниками чудо-пищи из лагеря Кейтерема. Но кто первый предложил, хотя бы намеком, пойти громить дом Бенсингтона, установить так и не удалось. Раскрыть непостижимую психологию толпы – задача по плечу разве что господину Гюставу Лебон. Лебон – знаменитый французский психолог, социолог, антрополог и историк, основатель социальной психологии. Как бы то ни было, однажды в воскресенье около трех часов дня огромная бурлящая толпа разъяренных лондонцев хлынула к дому Бенсингтона с твердым намерением линчевать его, чтобы впредь всяким ученым неповадно было что-то там исследовать и открывать. И она едва не добилась своего. По крайней мере, с тех пор, как давным-давно в середине царствования королевы Виктории решетки гайд-парка были снесены разбушевавшейся толпой, никогда Лондон не видывал ничего подобного. Не менее часа жизнь незадачливого ученого висела на волоске. Бессингтон ничего не подозревал до тех пор, пока с улицы не докатился гул приближающейся массы народа. Он подошел к окну и выглянул, все еще не догадываясь, что это имеет какое-то отношение к нему. Минуту-другую он смотрел, как толпа, отбросив десяток полицейских, пытавшихся ей помешать, окружала вход в его дом и вдруг понял — это пришли за ним. Он-то и нужен этой ревущей озверелой толпе. Бессингтон был совсем один в квартире. Пожалуй, это оказалось к лучшему, ибо кузина Джейн отправилась в Иллинг, какой-то родне своей матушки, пить чай. Как надо себя вести в подобных случаях, эта бедняга представлял себе, вероятно, не лучше, чем правила поведения на страшном суде. Он метался по квартире, вопрошал столы и стулья, как быть, запирал и отпирал все замки, кидался то к окнам, то к дверям, то в спальню, и тут на выручку явился привратник. — Нельзя терять ни минуты, сэр, — сказал он. — Они уже углядели в прихожей список жильцов, узнали номер вашей квартиры и идут прямо сюда. Он вытащил Бенсингтона на площадку лестницы, снизу уже доносились шум и крики, запер дверь покинутой квартиры и своим ключом отпер дверь квартиры напротив. — Больше надеяться не на что, сэр, — шепнул он. В чужой квартире привратник распахнул окно, выходившее в узкий внутренний двор. Стена снаружи была утыкана железными скобами, образовывавшими весьма неудобную и опасную лестницу на случай пожара. Привратник вытолкнул мистера Бенсингтона из окна на одну из таких скоб, показал, как на ней держаться и заставил карабкаться вверх, постукивая ученого по ногам с вязкой ключей всякий раз, как тот останавливался, не решаясь двинуться дальше. Бенсингтон оказалось это навеки, никогда этой ужасной лестнице не будет конца. Карниз над головой недостижимо далек, до него еще не меньше мили, а снизу... О том, что ждет его снизу, лучше не думать. — Осторожно! — вдруг закричал привратник и схватил его за ногу. Это было так страшно, что мистер Бенсингтон изо всех сил вцепился в железную скобу над головой и тихонько взвизгнул от ужаса. Его провожатый разбил какое-то стекло и, кажется, прыгнул куда-то далеко вбок. Затем послышался скрип, как будто отворилась оконная рама. Привратник что-то кричал, кажется, ругался. Мистер Бенсингтон осторожно повернул голову и, наконец, увидел его. — Спуститесь на шесть ступенек! — скомандовал тот. Все это казалось Бенсингтону диким и нелепым, однако же он повиновался и начал осторожно нащупывать ногой нижнюю скобу. — Не тащите меня! — вскрикнул он, когда привратник, высунувшись из открытого окна, попытался ему помочь. Добраться до окна с этой страшной лестницы — да это было бы нелегко и для белки. Не надеясь совершить подобный подвиг, примирившись с мыслью, что это в сущности самоубийство, и уже не помышляя о спасении, Бенсингтон шагнул вниз, и тут привратник довольно грубо схватил его и втащил в окно. — Придется вам побыть здесь, сэр, — сказал он. — Этот замок мне не открыть, он американский. У меня таких ключей нет. Я выйду, захлопну за собой двери и поищу смотрителя с ключом. А вы пока посидите в заперти. Только из окна не выглядывайте. Отродясь, не видал, это кровожадные оравы. Может, они и подумают, что вас нет дома, переколотят все в квартире, да и успокоятся. — На моей двери, на табличке сказано, что я дома, — вздохнул Бенсингтон. — Фу ты, черт побери! Ну ладно, мне надо отсюда убираться, а то меня еще застанут. Он исчез, хлопнула дверь. Теперь Бенсингтон мог полагаться только на собственную смекалку. Она загнала его под кровать. Здесь-то его немного погодяй, нашел косар. К этому времени Бенсингтон был ни жив, ни мертв от страха, потому что косар выломал дверь плечом, наскакивая на нее с разбегу через всю площадку. — Вылезайте, Бенсингтон! — крикнул он, вломившись в квартиру. — Все в порядке, это я. Нам надо отсюда выбираться. Они хотят подпалить дом. Все дворники уже удирают. Остальной прислуге и след простыл. К счастью, я поймал одного, и он сказал мне, где вы. Вот, глядите. Выглянув из-под кровати, Бенсингтон увидел в руках косара какие-то странные одеяния и, среди прочего, огромный черный чипец. — Они перетряхивают весь дом, сверху донизу, — сказал косар. — Если не подожгут, так уж непременно нагрянуты суда. Вызваны войска, но они подоспеют через час никак не раньше. В толпе добрая половина хулиганы, и чем больше квартиры они разгромят, тем больше войдут во вкус. Само собой разумеется. Они здесь все перетряхнут. Вот, надевайте-ка юбку и чипец, Бенсингтон, и давайте уносить ноги. — Вы хотите, чтобы я... — начал Бенсингтон, высовывая из-под кровати голову точно черепаха. — Вот именно. Одевайтесь и пошли. Само собой разумеется. Вмиг потеряв терпение, косар вытащил Бенсингтона из-под кровати и начал обрежать его старухой из простонародья. Засучил на нем брюки, заставил скинуть шлепанцы. Затем стянул с него воротничок и галстук, пиджак и жилет, надел ему через голову черную юбку и красную фланелевую кофту, а поверх всего набросил тальму. И, наконец, снял с Бенсингтона знакомые всему Лондону очки и нахлобучил ему на голову черный чипец. — Ну, вы словно родились старухой, — заметил он, наскоро завязывая ленты чипца под подбородком ученого. Пришел черед башмаков на резинках. Жестокое испытание для мозолей. Теперь шаль, и старушка готова. — Повернитесь-ка кругом, — скомандовал косар. Бенсингтон покорно повернулся. — Сойдет, — объявил косар. Так, в нелепом одеянии, путаясь и спотыкаясь в непривычных юбках, вторя криком разъяренных лондонцев, жаждущих его крови и визгливым фальцетом накликая проклятие на свою собственную голову, изобретатель Гераклиофорби спустился по лестнице дома в Честерфильде, смешался с беснующейся толпой и навсегда отошел от событий, которым посвящен наш рассказ. После этого бегства он, совершивший великое открытие, ни разу больше не пожелал вмешаться в дальнейшую удивительную судьбу своего детища пищи богов. Итак, скромный человечек, который заварил всю эту кашу, уходит из нашего рассказа, а вскоре и навсегда уйдет из мира видимого и осязаемого. Но ведь кашу-то заварил не кто иной, как он, и потому на прощание уместно будет посвятить ему еще одну страничку. Можно представить себе ученого в последние годы его жизни таким, каким его знали на водах в Танбридже. Именно здесь у танбриджских целебных источников появился он после того, как некоторое время вынужден был скрываться от ярости толпы. Появился, лишь только понял, что ярость толпы случайна, недолговечна и очень быстро остывает. Прибывал он в Танбридже под крылышком кузины Джейн. Усиленно лечился от нервного потрясения, ни о чем больше не думал, и его, видимо, ничуть не трогали страсти, бушевавшие вокруг новых очагов распространения пищи и вокруг вскормленных ею детей гигантов. Он поселился в Маунт-Глори, отеле с водолечебницей, которая славилась превосходными целебными ваннами. Тут были ванны углекислые и криозотные, гальмоническое и иное электрическое лечение, массаж, ванны хвойные с крахмалом, с болеголовом, а также световые, тепловые и лучевые, ванны из отрубей и сосновых игл, ванны из смолы и мха, словом, ванны на все вкусы. И Бенсингтон посвятил себя усовершенствованию этой системы лечения, которая, впрочем, осталась несовершенной и после его смерти. Иногда, укутавшись в шубу с котиковым воротником, он отправлялся на прогулку в наемном экипаже, а иногда, если не очень мучили мозоли, ходил пешком к источнику и, под наблюдением кузины Джейн, осторожно тянул лечебную железистую воду. Его сутулая спина, румяные щеки и сверкающие очки стали неотъемлемой принадлежностью Танбриджа. Никто здесь не питал к нему вражды, и все в отеле и вокруг гордились таким почетным гостем. Он был знаменит, и теперь уже ничто не могло лишить его этой славы. Он предпочитал не следить по газетам за успехами своего великого открытия. Но где бы он ни появлялся, по дороге ли к источнику или в гостиной отеля, вокруг слышался шепот. — Вот он! — Это он и есть! И тогда подобие довольной улыбки мелькало в его глазах и смягчало линию рта. И подумать только, что такой маленький, ничем не примечательный человечек обрушил на мир пищу богов. Право даже трудно сказать, что больше поражает в ученых и философах, их величие или их ничтожность. Представьте себе изобретателя пищи богов там, у целебного источника. В шубе с котиковым воротником стоит он перед выложенным фарфоровой плиткой фонтанчиком, где плещет струя, и потягивает из стакана железистую воду. Блестящий глаз, суровый и непроницаемый, косится поверх золотой оправы очков на кузину Джейн. — Бррр! — произносит он и делает очередной глоток. Пусть таким он и запечатлеется навсегда в нашей памяти, этот великий изобретатель пищи богов. А теперь мы покинем его, крошечную песчинку в нашей повести, и перейдем к более важным событиям, к дальнейшей истории, созданной им пищи. Мы расскажем, как день ото дня росли и крепли разбросанные по всей Англии дети-гиганты, как они входили в мир, слишком тесный и скудный для них, и как все туже сжимали их сети законов и ограничений, которые плела вокруг них комиссия по чудо-пище, сжимали до тех пор, пока... Часть вторая Вторая пища в деревне Появление пищи Наша тема, что началась так скромно в кабинете мистера Бенсингтона, уже настолько расширилась и разветвилась, что отныне все повествование будет историей о том, как пища богов разошлась по свету. Ее дальнейшее развитие и движение можно сравнить с тем, как непрестанно растет и ветвится дерево. Прошло совсем немного времени, всего лишь четверть жизни одного поколения, с того часа, как пища впервые появилась на маленькой ферме близ Хиклибрау. И вот она сама, и слухи о ней, и отзвуки ее силы уже растеклись по всему миру. Очень быстро пища богов вышла за пределы Англии. Скоро она появилась в Америке, разнеслась по европейскому континенту, потом перекинулась в Японию, в Австралию, словом, распространилась по всему земному шару, стремясь к заветной цели. Двигалась она осторожно, без лишней торопливости, извилистыми путями, и ничто не могло ее остановить. Это было наступление гигантизма. Наперекор предрассудкам, наперекор законам и уставам, наперекор упрямому консерватизму, что лежит в основе всех человеческих установлений, пища богов, раз появившись на свет, осторожно, но неотвратимо шла своей дорогой. Дети, вскормленные пищей, росли и мужали. Вот самое главное, самое важное событие того времени. Но шум и сенсацию всегда производили случайные вспышки гигантизма, возникавшие из-за утечки пищи. А дети росли, и их становилось все больше, вскормленных чудесным порошком. Но даже самые строгие меры предосторожности не могли помешать пище вновь и вновь просачиваться в животный и растительный мир. Пища богов ускользала из-под контроля с упорством живого существа. Подмешанная в муку, она обращалась в мельчайший, почти невидимый порошок, и в сухие ясные дни как нарочно разносилась по белу свету при малейшем дуновении ветерка. И тотчас же какое-нибудь новое насекомое или растение ненадолго обретало роковую славу и величие. Либо вновь появлялись чудовищные крысы и другая нечисть. Так несколько дней деревня Пэнктбурн сражалась с гигантскими муравьями. Три человека умерли от их укусов. Всякий раз начиналась паника, потом борьба не на жизнь, а на смерть, люди одолевали буйно разросшееся зло, но до конца искоренить его не могли, что-то всегда оставалось, хоть и не так бросалось в глаза. Формы жизни менялись, а потом ошеломляла новая вспышка. Где-нибудь вдруг буйно разрастались чудовищные травы, летались семена исполинских сорняков, начиналось нашествие тараканов, в которых приходилось стрелять из ружей, или появлялись тучи громадных мух. В самых забытых тихих уголках земли неожиданно вспыхивали отчаянные сражения. Схватки с пищей порождали даже героев, впавших в борьбе за торжество малого над большим. Постепенно такие происшествия вошли в привычку. Люди научились кое-как справляться с ними и говорили друг другу, что установленный порядок не зыблем. После первого приступа паники, несмотря на все красноречие Кейтерема, звезда его на политическом горизонте потускнела, и его знали просто как представителя крайних. Медленно, очень медленно, выбрался, наконец, Кейтерем на первый план. «Установленный порядок не зыблем», — утверждал доктор Уинклс, новоявленный вождь радикального направления общественной мысли так называемого прогрессивного либерализма, и его сторонники с лицемерным пафосом славили прогресс. А идеалом их оставались маленькое государство, маленькая культура, маленькие семьи, хозяйствующие помаленьку, каждая на своей маленькой ферме. Установилась мода на все маленькое и аккуратненькое. Быть большим считалось просто бульгарным. И лишь крошечное, изящное, утонченное, миниатюрное и малюсенькое удостаивалось похвалы. А тем временем дети, вскормленные пищей богов, все росли, росли, неспешно, постепенно, как и положено детям, и готовились вступить в мир, который тоже менялся, чтобы их принять. Они мужали, набирались сил и знаний, и каждый сообразно своим склонностям и способностям готовился достойно встретить свою великую судьбу. Вскоре они уже стали казаться естественной и неотъемлемой частью нашего мира. Да, впрочем, и все всходы гигантизма казались теперь естественными, и люди не могли себе представить, что когда-то было иначе. И, услыхав о разных чудесах, на которые оказывались способны гигантские дети, все восклицали «удивительно», но ничуть не удивлялись. Дешевые газетки сообщали своим читателям о подвигах трех сыновей Кассара. Эти необыкновенные мальчики поднимают тяжелые пушки, бросают на сотни ярдов громадные куски железа, прыгают в длину на двести футов. Говорили, что они копают глубокий колодец, глубже всех колодцев и шахт на свете, ищут сокровища, скрытые в земных недрах с незапамятных времен. Ходкие журналы уверяли, что эти дети сравняют горы с землей, перекинут мосты через моря и изроют тоннелями вдоль и поперек весь шар земной. «Удивительно», — восклицали маленькие людишки, — «просто чудеса! Это будет очень удобно и всем нам на пользу!» И продолжали спокойно заниматься своими делами, словно и не существовало на свете никакой пищи богов. И в самом деле то были пока лишь первые проблески гения, первые намеки на могущество детей пищи, всего лишь игра, проба сил без всякой определенной цели. Ведь они еще сами себя не осознавали. Они все еще были детьми, медленно растущими детьми нового племени. Их исполинская сила увеличивалась день ото дня, их могучей воле еще предстояло вырасти и обрести смысл и цель. Когда мы теперь оглядываемся на эти годы, они кажутся нам единой последовательной цепью событий. Но тогда никто не понял, что наступает эра гигантизма, точно так же, как долгие века мир не понимал, что единым и неслучайным процессом было падение Римской империи. Современники были слишком тесно связаны с отдельными событиями, чтобы рассматривать их как нечто единое. Даже самые мудрые считали, что пища богов породила лишь отдельные нелепые явления, кучку своевольных уродов, которые подчас мешают и вносят беспокойство, но не в силах пошатнуть или изменить сложившийся раз и навсегда облик мира и человечества. В этот период накопления сил гигантизма находится все же наблюдатель, которого больше всего поражает непобедимая инерция огромной массы людей, их упорная равнодушие и нежелание признавать существующих рядом гигантов, неспособность понять то огромное, что сулит завтрашний день. Как в природе, многие потоки кажутся всего спокойней, тишей и невозмутимей как раз тогда, когда они вот-вот низвергнутся водопадом, так и в те последние годы уходящей эпохи словно бы укрепилось все, что было в сознании людей устарелого и костного. Реакционные взгляды стали самыми распространенными. Говорили, что наука зашла в тупик, что нет более прогресса, что вновь приходит пора самовластия. И это говорилось в те дни, когда все громче слышалось крепнущее поступь детей пищи. Конечно, суетливые бесцельные перевороты былых времен, когда, к примеру, толпа неразумных людишек свергала такого же неразумного царька, давно уже канули в вечность. Но перемена — это закон, который никогда себя не изживет. Просто изменились сами перемены. Новое появилось в небывалом обличье, и современникам было еще не под силу осознать его и принять. Чтобы рассказать о появлении нового во всех подробностях, пришлось бы создать многотомный исторический труд. Но повсюду происходило примерно одно и то же. И если рассказать, как новое появилось в одной точке земного шара, можно дать понятие о том, что происходило во всем мире. Случилось так, что одно заблудшее зерно гигантизма попало в миленькую маленькую деревушку Чизин-Кайбрайт в графстве Кент. Странно оно созревало. Трагически бесплоден был его рост. И, рассказывая о нем, мы словно пытаемся по одной нити проследить сложный запутанный узор на полотне, что выткано временем. В Чизин-Кайбрайте, разумеется, был священник. Приходские священники бывают разные. И меньше всех мне нравятся любители новшеств. Этакие разношерстные люди, консерваторы по должности, которые не прочь иногда побаловаться и передовыми идейками. Но священник прихода Чизин-Кайбрайт не признавал никаких новшеств. Это был весьма достойный, пухленький, трезвый и умеренный в своих взглядах человечек. Уместно будет вернуться в нашем повествовании немного назад, чтобы кое-что о нем рассказать. Он был вполне под стать своей деревне, и вы легко представите себе пастыря и его паству в тот вечер на закате, когда миссис Киллетт, помните ее побег из Хиклибрау, принесла пищу богов в эту сельскую тишину и благолепие, о чем тогда никто и не подозревал. В розовых лучах заходящего солнца деревня выглядела олицетворением мира и покоя. Она лежала в долине у подножия поросшего буком холма, вереницы домиков, крытых соломой или красной черепицей. Крылечки домиков были украшены шпалерами, вдоль фасадов рос шиповник. От церкви, окруженной тисовыми деревьями, дорога спускалась к мосту, и понемногу домиков становилось больше, и стояли они теснее. За постоялым двором чуть виднелось меж высоких деревьев жилища священника — старинный дом в ранне-георгианском стиле, а шпиль колокольни весело выглядывал в узком просвете долины между холмами. Извилистый ручеек, тонкая полоска небесно-голубого и кипенно-белого, окаймленная густыми камышами, вербой и плакучими ивами, сверкал среди сочной зелени лугов, словно прожилка на изумрудном брелоке. В теплом свете заката на всем лежал своеобразный чисто английский отпечаток тщательной отделанности, благополучия и приятной законченности, которая, увы, только подражает истинному совершенству. И священник тоже выглядел благодушным. Он так и дышал привычным, неизменным и непоколебимым благодушием. Казалось, он и родился благодушным младенцем в благодушной семье и рос толстеньким и аппетитным ребенком. С первого взгляда становилось ясно, что он учился в старой пристарой школе, в стенах которой, увитых плющом, свято блюлись старинные обычаи и аристократические традиции, и уж, конечно, в помине не было химических лабораторий. Из школы он, конечно же, последовал примехонько в почтенный колледж, здание которого восходило к эпохе пламенеющей готики. Библиотеку его составляли в основном книги не менее чем тысячелетнего возраста. Яроу, Элис, добротные дометодистские молитвенники и прочее в том же духе. Низенький, приземистый, он казался еще ниже ростом от того, что был в ширину почти таков же, как в высоту. А лицо его, с младенчества приятное, сытое и благодушное, теперь в более зрелые годы приобрело более чем солидность. Библейская борода скрывала расплывшийся двойной подбородок. В часовой цепочке он по причине утонченности вкуса не носил, но его скромное облачение сшито было у отличного у эстинского портного. В тот памятный вечер он сидел, упершись руками в колени и, помаргивая глазками, с благодушным одобрением взирал на свой приход. Время от времени он приветственно помахивал пухлой ручкой в сторону деревни. Он был покоен и доволен. Чего еще желать человеку? — Отличное у нас местечко, — сказал он привычно. — Посреди холмов, как в крепости, — продолжал он. И, наконец, довел свою мысль до конца. — Мы сами по себе и далеки от всего, что там творится. Ибо священник был не один. Он обменивался со своим другом избитыми фразами об ужасном веке, о демократии, о светском образовании, о небоскребах и автомобилях, об американском засилии, о беспорядочном чтении, которое портит нервы, и о безнадежном вырождении вкуса. — Мы далеки от всего, что там творится, — повторил он. Не успел он договорить, как послышались чьи-то шаги. Священник с трудом повернул свое пухлое тело и увидел ее. Теперь представьте себе старуху. Она приближается неровным, но упорным шагом. Корявой натруженной рукой она сжимает узел. Длинный нос ее — он подавляет и заслоняет все прочие черты лица — морщится, выражая отчаянную решимость. Маки на чипце важно кивают. Медленно и неотвратимо переступают ноги, белые от пыли носы старомодных башмаков по очереди показываются из-под обтрепанной юбки. Под мышкой болтается, норовя ускользнуть, старый рваный и выленивший зонтик. Нет, ничто не подсказывало священнику, что в образе этой нелепой старухи в его мирную деревню вступил в его величество случай, непредвиденное, словом, та старая ведьма, которую слабые людишки называют судьба. А для нас это была, как вы, конечно, уже поняли, всего лишь миссис Скилетт. Старуха была слишком обременена своей ношей, чтобы учтиво присесть перед священником и его другом, а потому притворилась, что не замечает их и прошлепала мимо совсем рядом, направляясь вниз в деревню. Священник молча проводил ее глазами, обдумывая свое следующее изречение. На его взгляд случай был самый пустяшный — старуха с узлом Экка Неведаль. Старухи — аэроперениус, прочнее меди, употребляется в значении вечный. Испокон веку таскают с собой всякие узелки. — Что ж тут такого? — Мы далеки от всего, что там творится, — снова сказал священник. — Мы здесь живем среди вещей простых и неприходящих. Рождение, труд, скромный посев да скромная жатва — вот и все. Бури житейские обходят нас стороной. Священник любил с глубокомысленным видом потолковать о вещах неприходящих. — Вещи меняют свой облик, — говаривал он, — но человечество — аэроперениус. Таков был Чизинг Айбратский священник. Он всегда находил повод вставить классическую цитату, пусть даже и не очень к месту. А внизу под горой весьма неизящная, но решительная миссис Скиллетт, не желая обходить усадьбу у Илмердинга, лезла на пролом через живую изгородь. Никто не знает, что подумал священник о гигантских грибах-дождевиках. Известно лишь, что он обнаружил их одним из первых. Дождевики появились на некотором расстоянии друг от друга на тропинке между ближайшим холмом и деревней. По этой тропинке священник совершал свою ежедневную прогулку. Необыкновенных грибов оказалось ровно тридцать. Священник долго разглядывал каждый гриб и чуть ли не каждый потыкал тростью. Один гриб он даже попробовал измерить, обхватив руками, но тот не выдержал могучего объятия и лопнул. Священник кое-кому рассказал об этих грибах, назвал их изумительными и, по крайней мере, семерым из слушателей повторил при этом известную историю о том, как выросшие в подвале грибы приподняли каменную плиту и даже заглянул в справочник, чтобы определить, были то ли Капердонко и Алятум или Гигантиум. Ведь люди его толка всегда занимаются ботаникой. Им не дают покоя лавры Гильберта Уайта. Наш священник начал подумывать, что ранее известные Гигантиум были не такие уж гигантские. Трудно сказать, заметил ли он, что эти огромные белые шары появились на той самой тропинке, где накануне проходила старуха, и что последний гриб вырос в нескольких шагах от калитки кедлсов. Если их заметил, то ни с кем не поделился своими наблюдениями. Его занятия ботаникой относились к числу пресловутых нацеленных наблюдений. Так выражаются не слишком крупные ученые, и это означает, что ищешь определенный заранее заданный предмет, а больше ни на что и не смотришь. И священник вовсе не связал появление гигантских грибов с удивительно быстрым ростом младенца кедлсов. Младенец рос точно на дрожжах вот уже несколько недель, с тех самых пор, как в одно прекрасное воскресенье кедлс отправился навестить тещу и послушать мистера скилета, ныне покойного, который вовсю похвалялся своей куриной фермой. А ведь гигантские дождевики, вслед за неимоверно растущим младенцем кедлсов, должны были бы открыть священнику глаза. Последнее обстоятельство уже однажды было положено ему прямо в руки во время крещения и оказалось чрезвычайно веским, священник едва устоял на ногах. Когда лицо младенца окропила холодная вода, скрепляя таинство его приобщения к церкви и его право на имя Эльберт Эдвард Кедлс, он всех оглушил своим воплем. Мать уже не в состоянии была его поднять, и торжествующий отец, пыхтя, но гордо улыбаясь, не всякий может похвастаться таким сыном, поволок его обратно к скамьям, где ждали родные и близкие. — В жизни не видел такого ребенка, — заметил тогда священник. Так было впервые признано на людях, что младенец Кедлсов, который при рождении не тянул и семи фунтов, еще сделает честь своим родителям. Вскоре стало ясно, что он не только сделает им честь, но и прославит их. А еще через месяц слава стала такой громкой, что при скромном положении четы Кедлс это выглядело даже неприлично. Если вам нужно утеплить и отделать лоджию, положить ламинат, устроить подиум в квартире, смонтировать потолки или перегородки из гипсокартона, установить дверь-купе, произвести другие отделочно-строительные работы, то вы можете сделать заказ по телефону 8903-689-3623.